Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Сегодня я хочу провести прямой эфир, рассказать о съезде Нур-Атан, которое состоится 27 февраля. Он посвящен 20-летнему юбилею партии Нур-Атан. И хотел бы рассказать немного, что такое партии Нур-Атан, и вообще, как в мире действуют партии. Ну, сначала несколько слов о том, как действуют партии в мире. Чтобы вы понимали, на самом деле в мире партии регистрируются очень легко. Достаточно трем или десяти участникам пойти и пройти органы регистрации, заявить, что они создают партию, дать свой устав, программные документы и такая партия регистрируется практически мгновенно. Затем эта партия может набирать своих сторонников по всей стране. Даже не имея сторонников, она может участвовать на выборах. Достаточно учредителей, 3-10 человек. И эта партия может участвовать на выборах в органы управления страной. То есть, парламент, местные парламентские выборы на уровне регионов, парламент страны на уровне республики, или там в зависимости от федеративной бывает, бывает просто унитарное там государство. Вот таким образом в мире работают партии. То есть, нет никаких препятствий ни по какому признаку мешать регистрацию партии. А в Казахстане, чтобы вы понимали, все обстоит с точностью, да, наоборот. Во-первых, в Казахстане сейчас есть планка 40 тысяч человек нужно иметь, чтобы зарегистрировать партию. Было 50 тысяч. На самом деле это беспрецедентно. Но в России, представьте, в России такие же требования. Но в России живет 150 миллионов человек, а в Казахстане 18 миллионов. А вы спросите, для чего это делается? Очень просто. Делается для того, чтобы максимально затруднить кому-то зарегистрировать и создать партию. Ну и более того, даже если вы такое количество собираете, а история таких примеров знает множество, в частности, вот партия «Демократический выбор Казахстана». В 2004 году, когда я жил в Москве, и уехал после выхода, после посадки из тюрьмы, я уехал в Москву, я со своими сторонниками организовал партию «Демократический выбор Казахстана». И в мае 2004 года Назарбаев вынужден был ее зарегистрировать. Вынужден был зарегистрировать, потому что мы набрали там не просто 40 тысяч, а около 80 тысяч членов партии, во-первых. Во-вторых, не это главное. Главное является другое, то, что в это время были созданы различные партии, в частности, партия «Асар», «Асар» дочери Нусултана Назарбаева, занималась им Дарига и Рахат Алиев. И тогда Назарбаев на критику, почему создаются партии его членами семьи, он сказал, «Мои дети такие же граждане, как другие граждане страны, они имеют право заниматься в том числе политической деятельностью». Именно поэтому партия «Асар» была зарегистрирована. Но тогда представители нашей партии, партии «Демократический выбор Казахстана», просто сделали такой ход. Они публично начали объявлять, что, получается, члены его семьи могут заниматься политической деятельностью, а у других такого права нет. В частности, партию «Демократический выбор Казахстана» Назарбаев не регистрирует под разными прелогами. Прелоги разные. То численность не та, то там якобы люди отказываются, некоторые, допустим, требование было 50 тысяч, мы собрали 80 тысяч, они находят провокаторов, 5-10 человек, которые как бы вступают в партию, а потом заявляют, что их обманули. И таких приемов много, которые придумывал Министерство юстиции, чтобы не регистрировать партию «Демократический выбор Казахстана». Но после того, как мы начали цеплять Назарбаева, говорить, что партии могут создавать только члены семьи Нусултана Назарбаева, Министерство юстиции было вынуждено зарегистрировать партию «Демократический выбор Казахстана», которая явно была оппозиционной, очень четко позиционировалась, и не было в партии никакой в стране, которая бы говорила о том, что будут добиваться смены режима и отстранения Нусултана Назарбаева от власти. Больше не было такой партии. Но в итоге партия «Демократический выбор Казахстана» была зарегистрирована, пройдя сложнейшие препятствия, как с точки зрения численности, так и с точки зрения офисов. Там необходимо было иметь во всех областях филиалы Казахстана, и в этих областях численность этих филиалов должна была быть не менее 700 человек. Поэтому я вижу в чате всякие комментарии, что нам нужно как-то легитимизировать партию ДВК, в Казахстане, зарегистрирует какую-то другую партию, еще что-то. Это, скажем, люди просто не понимают, как устроена политическая система. Нынешняя политическая система устроена очень просто. Существующие партии, они все про-назарбаевские. Они делают вид, что они независимы партии, но все партии находятся под контролем власти, а именно прямо на султана Назарбаева. Это декоративные партии с разными названиями, но все контролируется из администрации президента султана Назарбаева. Теперь я, значит, хотел бы пояснить, каким образом работают партии на Западе. Но вы уже поняли, что в Казахстане никакие партии не будут зарегистрированы, вывески, что угодно делать, любые названия делать, соберите хоть полмиллиона человек, все равно вас не зарегистрируют. Такие примеры уже мы сто раз проходили. Как и разрешение на митинг никто не получит. Поэтому, когда кто-то говорит, давайте получим разрешение на митинг, и во всех регионах области все это отказали, то есть лишний раз просто убедились в том, что мы уже сто раз проходили. Партия власть не зарегистрирует, митинги официально не даст разрешение. Это должно быть ясно. Вот я ссылаюсь на западный пример. Еще раз, на Западе зарегистрируют партию очень просто. Когда кто-то думает, что там одна-две партии существуют в тех или иных странах, в ведущих странах мира, они заблуждаются. Ну, в частности, по Америке. В Америке ведущими партиями являются республиканцы и демократы. И основная борьба происходит с ними уже многие годы. Но при этом вы должны знать, в Америке партий существует много. Их там, по-моему, около ста партий. Другой вопрос, что когда идет борьба за места, парламентские, за борьбу за должность президента, в этом случае остаются на площадке, борются между собой две партии, республиканская и демократическая партия. Партии борются за места в парламенте. Именно парламентское большинство, те партии, которые получают парламентское большинство, им обеспечивают возможность назначить в парламенте, путем голосования, обеспечивая себе большинство депутатских мест, должность премьер-министра и членов правительства именно путем победы на парламентских выборах. Поэтому во всем мире очень серьезная борьба идет за парламентские места. Отдельно стоит Америка. По Америке я сейчас откомментирую. В Америке, на самом деле, хотя считается президентская страна, на самом деле роль политических партий чрезвычайно высокая. Именно Конгресс и Сенат США формируются путем борьбы на тех или иных избирательных участках основных партий. В основном партии борются такие, как демократы и республиканцы. И вы, например, когда говорите, что президентская республика Америка, обратите внимание, вот сейчас три недели в Америке был так называемый шатдаун. Президент страны попросил у парламента, двух парламентов, Сената и Конгресса, бюджета на 5 миллиардов долларов, чтобы построить стену от мексиканцев. Но парламент ему запретил. И Трамп ничего не смог сделать. Он даже приостановил, финансировал разные программы. И парламент не дал ему разрешения. Около 1 миллиона госслужащих не получали заработную плату в течение трех недель. Потому что парламент страны блокировал желание Трампа построить стену за 5 миллиардов долларов. И он был вынужден, сейчас сделал перерыв, он опять на три недели делает, открывает окошко, финансирует все эти программы и пообещал через три недели снова сделать так называемый шатдаун. Опять будет нажимать на парламент, чтобы получить ресурсы, разрешение на ресурсы, строить стену против мексиканцев. То есть, как вы видите, президент Америки, он не обладает той властью, которой обладает диктатор Назарбаев. Назарбаев что хочет, то и делает. На парламент он плевал. А в Америке федеральный судья отменил указы Трампа, считая, что они нарушают законы страны, и он отменил все его решения. И Трамп был вынужден подчиниться. То есть, судебная система, парламент, они реально не подчиняются президенту страны. А посмотрите сейчас, генерал-прокурор, спецпрокурор Мюллер проводит расследование против Трампа. Трамп президент страны, а прокурор его долбит. Уже целую команду людей арестовали Трампа, обвиняя их в том, что они незаконные действия осуществляли, когда шел выборный процесс, что они контактировали с российской стороной, с Путиным. И при том всем, что он сейчас президент страны, Трамп, ФБР арестовал в ближайшего друга и предъявила ему обвинение. Его другу угрожает пожизненный срок. Вот что такое Америка. Когда вы говорите, что президентская республика или президентская страна, имейте в виду, что Америка не президентская страна в том смысле, который мы понимаем. Это больше парламентская страна, где роль и влияние парламента гигантское. Они могут его отправить в отставку, объявить ему импичмент. Они могут заблокировать его решение. То же самое может сделать судебная система. Более того, такие подразделения, известные как ФБР, ЦРУ, они работают автономно и независимо. Если они считают, есть нарушение закона, они привлекут к ответственности самого президента. Другой вопрос, что у него сейчас иммунитет, но проблемы ему много создадут. И не факт, что они будут четко исполнять устные указания или письменные, если будет там нарушен закон. Но сам президент, во-первых, такие вещи не напишет. А если напишет руководителя этих подразделений, просто не исполнить его решение. Поэтому, видите, мир устроен так, что у президента нет абсолютной власти. Действует сильно парламент. Это именно тот самый баланс. Действует независимо судебная система, которая не подчиняется президенту. Действует так называемая четвертая власть. То же самое Америке. Пресса очень серьезно нападает на Трампа, и он ничего не может сделать. Поэтому, когда мне говорят, что я озвучиваю в качестве примера, на кого нужно ориентироваться, Америку и ведущие европейские страны, вы должны понимать, что я говорю о парламентской форме правления, в том числе и США. Вы посмотрите, зайдите в интернет и почитайте по США. Вы понаблюдаете за тем, что происходит сейчас в Америке вокруг Трампа. Вы видите, как парламенты, страны, Сенаты и Конгресс блокируют решения, как они не подписывают тельные законы, как они организовывают расследование, как эти ФБР и все прочее тоже, если они считают, что это нарушение закона, они арестовывают друзей Трампа и предъявляют им обвинение. То есть, больше половины команды Трампа попали под расследование. Разве такое возможно? То есть, самая президентская страна, о которой вы говорите, думаете, где у президента гигантские полномочия. У него гигантские полномочия, у Назарбаева не просто так гигантские, у него диктаторские, ему подчиняются все. Парламент, судебная система, следователь, генеральный прокурор, все введение у Султана Назарбаева, все его подчинение. Такая форма управления называется диктаторской. И вот вы понимаете, когда у Назарбаева суперполномочия, когда он назначает депутатов, когда он, они формально якобы избираются, но он их назначает. В Сенате он назначает депутатов, в Мажелисе тоже через Ассамблею народов так называемую, 9 мест он протаскивает. Все его нынешние депутаты, они все подставные, их никто, народ не избирал. Партия, так называемая партия, якобы побеждает на выборах в стране. Партийный список формирует лично Назарбаев, и все эти депутаты от партии Нуратан приходят в парламенты, приходит в Сенат, приходит Мажелис, и эти карманные депутаты, они не являются независимыми, они звука не сдадут, они просто как куклы сидят и исполняют поручение на султана Назарбаева. Поэтому вы понимаете, если у человека абсолютная власть над всем, над акимами, над судьями, над парламентом, над партией, так называемой партией, то эта партия носит декоративный характер. Нет там голосования, народ за них не голосует, никого, ничего просто так не избирают, это все назначается на султан Назарбаев. Поэтому, когда говорят Республика Казахстан, слово Республика предполагает выборность, борьбу конкурентов, предполагает работу таких демократических институтов, как парламент, как вы понимаете, слово Республика носит декоративный характер. Соответственно, декоративный характер носит депутат, премьер-министры, министры, судьи, они все носят декоративный характер, потому что назначаются одним человеком. Не назначаются не по профессиональному признаку, а назначаются по принципу преданности. Поэтому в начале эфира я сразу озвучил, что речь идет о партии Нуратан декоративной партии. Декоративной почему? Потому что съезд его представителей являются декоративными, они не являются независимыми, загнаны туда на пинках. Учителя, врачи, суденты и так далее все загнаны туда на пинках. Это не является партией единомышленников. Уважаемые друзья, мы сейчас обсуждаем съезд партии Нуратан, поэтому давайте мы не будем другие темы поднимать, что с казахами в Китае и так далее. Я лично это буду воспринимать, что здесь специальные тролли, которые хотят сбить. И админы, вы просто на первых порах просто их убираете, а потом, если такие вопросы будут повторяться, которые не совпадают с темой эфира, просто баньте. Это видно, что люди не просто не понимают, а это специально ходят тролли. Итак, мы понимаем, что это декоративные партии. Когда некоторые наши люди рассказывают о некой степной демократии, это тоже вранье. Никогда не бывает демократий в авторитарных системах. Когда были ханы, когда любая форма, когда власть принадлежала по клановому признаку, а ханство именно так построено, никакой демократии быть не может. Поэтому давайте сами себя не обманывайте, не рассказывайте себе сказки про какую-то степную демократию. Ну, конечно, у нас там степная демократия была, не придумывайте. Не было у нас никакой демократии. Демократия вот развивалась в Европе и, к сожалению, до Казахстана демократия не дошла в том виде, где понимается. А себе придумывать всякие названия, особый путь, степная демократия, степные люди, там все прочее, степная цивилизация, все это ерунда. Человек везде человек. И демократия читается очень просто и объясняет, что это такое. Итак, 27 февраля Назарбаев объявил о предстоящем съезде Нур-Атан и его различных формальных задачах. Я уже объяснил, что партия Нур-Атан это вывеска, которая пытается замаскировать единоличную власть на султана Назарбаева, что эта партия декоративная, что она ничего не решает. Обратите внимание, там все время, когда говорится о названии, говорит, народная партия. Какая же народная партия, если там все время благодаря Ельбасы мы продвигаем все программные документы партии связаны с идеями Ельбасы и так далее. То есть, что за народная партия? Где там народ? Есть Ельбасы, нет там народа. Поэтому вывеска сразу врет. Теперь я хочу вам рассказать, как функционирует партия Нур-Атан так называемая. Вообще, вся партийная система в стране построена таким образом, что якобы создать видимость, что в стране существуют партии Акжол, якобы партии бизнесменов и якобы КНПК, якобы партии коммунистов. Коммунистами там не пахнет, там сидят приспособленцы, чиновники, которые получают зарплату из бюджета страны, как партия Акжол. И не только из бюджета страны, они финансируют все программы по разным кривым схемам, финансируются из бюджета страны. Я сегодня распространил ролик АЗТК, который рассказывает, что бюджет партии Нуратан за последние пять лет составляет 30 миллиардов тенге. То есть, в среднем по сколько там за пять лет получается минимум по 6 миллиардов в год. Назарбаев внес закон поправки, который говорит, что якобы, если партии проходят на выборах, то определенный объем их программ финансируют из бюджета страны. Так вот, сейчас нынешняя партия Нуратан получает свыше 4 миллиардов тенге в год из бюджета страны, но остальные какие-то деньги получает Акжол и КНПК. Это отделы партии Нуратан, которые повесили вывеску, изображают коммунистов и изображают предпринимателей. Ясно, что все партии, которые существуют в стране, они все назарбаевские, всеми манипулируют и нет никаких независимых партий и невозможно в стране зарегистрировать любую партию, если эта партия не под контролем Назарбаеву. Здесь меня задают вопрос по ОСДП. ОСДП партия тоже она под контролем власти, разным кривым способом кэшем, наличными этой партии финансируется властью. Есть в сети разговор Жармахана Туебаева, который был руководителем этой партии, с бывшим председателем комитета национальной безопасности Нартаем Дудбаев, где они обсуждают вопрос денег и так далее. В свое время Рахат Алиев опубликовал, но и без этого ясно, эта партия под контролем власти. И люди, которые находятся в партии ОСДП, прекрасно знают, что эта партия находится под контролем власти. И какие бы они там горячие не были, хотели бы каких-то перемен, они как минимум обманывают сами себя, на самом деле общеизвестно и понятно. только глупые люди могут не понимать, находясь в партии ОСДП, что эта партия контролируется властью. Только глупые люди. А все остальные, они все прекрасно понимают, что эта партия находится под контролем власти. Здесь говорят, что вот кого-то бесит коммунист Косарев. Еще раз повторяю, коммунист, Косарев не коммунист. была так называемая коммунистическая партия во главе с Фарик Болсоном и Абдильдином. Она была ликвидирована. Именно эта партия была в реальной позиции Назарбаеву. Именно в 98 году Абдильдин участвовал в выборах, был реальным кандидатом. И он во многих регионах страны набрал большинство, но все было фальсифицировано. Поэтому вы должны четко понимать, в нашей стране коммунистов нет, коммунистической партии нет. Существующая партия во главе с Косарем это декоративная подставная партия Нусултана Назарбаева. Итак, если набирается какой-то процент голосов на выборах, а набирают эти проценты все Нуратан, то такая партия финансируется из бюджета страны. На данный момент, по-моему, около 4,5 миллиардов тенге Нуратан получает из бюджета страны, из налоговых отчислений граждан страны. Здесь задают вопрос, видимо, не знают, почему Абдилин не открывает партию. У Абдилин была коммуническая партия, которая была ликвидирована решением судов, на нее было оказано давление. Ребята, вы поймите одну вещь. Никто, ни Абдилин, никто в этой стране не может открыть партию. Никто, хоть он миллион человек соберет, потому что Министерство юстиции не зарегистрирует, Назарбаев не регистрирует партии, которые могут быть не подконтрольны ему. Вы возьмите себя за правило, что знать простую вещь, если камень вверх бросит, что он сделает? Он упадет вниз. Он же в космос не улетит, правильно? Земное притяжение. Вот и здесь то же самое. И надо спрашивать про Абдилина, почему, а можно ли создать партию, а давайте ДВК переименуем, создадим новую партию. Не будьте наивным. Я говорю, очень простое правило существует. Любую партию, не зависящую от власти, в Казахстане невозможно зарегистрировать. И все. Пишут, вот Абдилин старый больной дедушка, да хоть он цветущий и молодой, хоть он там штангист, я еще раз говорю, никто не зарегистрирует партию в Казахстане, вы это должны для себя понять. Здесь чат создан для того, чтобы мы могли объединяться, чтобы мы могли проводить работу агитационную, чтобы вы были в курсе всех политических изменений, понимали, как происходят те или иные процессы и почему. Вот в данном случае я вам просто объясняю, партия в Казахстане, тем более не под контролем Назарбаеву, невозможно зарегистрировать. И никто не сможет это сделать. Не тратьте время. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры партии, это собираются учредители, какое-то количество людей, 10-20 человек на Западе, регистрируют и для своей деятельности они обращаются за поддержкой своим сторонникам. И на эти деньги представители партии не живут. Они работают от выборов к выборам. И небольшая команда людей присутствует, которая сообщает о планах, об идеях партии, но нет такого, что по всей стране сеть филиалов, круглый год, и там тысячи людей работают. Такого нет нигде в мире. Есть, это был пример, аналог коммунической партии Советского Союза, когда там несколько десятков миллионов человек было в партии, когда компартия была главу власти, и фактически все деньги государства вливались в эту партию. То же самое сделал Назарбаев. Партия Нур-Атан финансируется из бюджета страны, раз, во-вторых, финансируется из бюджета предпринимателей, два, в-третьих, по разным программам финансируется дополнительно партия Нур-Атан, по разным государственным программам. И вы должны знать, вот, например, недавно прошло мероприятие с молодежью в Астане, 223 миллиона тенге, это официально объявили, что стоил бюджет, чтобы сформировать вот собрать все молодежь. Эти деньги шли из бюджета города или из бюджета страны, это не личные деньги на султана Назарбаева. Все финансируется именно деньгами налогоплательщиков, такого в мире вообще никогда не делается. Это о чем говорит, что нынешняя власть в лице султана Назарбаева, он просто использует бюджет как карман и расходы. Нефтяной фонд, национальный фонд, он использует как карман и расходы, где единоличные решения принимает он сам. И также вот эти Нур-Боты, которые сидят в регионах, областях, везде, тоже финансируются из бюджета страны по разным программам. Деньги закачиваются, например, в партию Нур-Атан, и в Нур-Атане там Жас-Отан, молодежное крыло их заставляет, студентов заставляет. В общем, разным способом это финансируется именно из бюджета страны, чтобы понимали. И здесь опять говорит на Шал Хашан Юлит Тепс Рабжатр. Я уже по этому поводу говорил, что ждать смерти Шала не нужно. Более того, нам нужен здоровый, целый. Мы его должны здоровеньким посадить в тюрьму. Еще раз повторяю, для тех, кто пришел видимо снова новички, смерть Шала ничего не изменит, потому что политическая система в стране так построена, что все останется в руках Шала, его родственников или его близких, во-первых. И все это происходит почему и потому? Потому что народ молчит. Весь народ 18 миллионов молчит, на акции протеста не выходит, поэтому они сами принимают решение, кто будет руководить. Уйдет Шал, придет Дорига, Дорига уйдет, придет Карим Масимов и народ это терпит. Именно в этом основная причина. Не то, что Шал плохой, а то, что народ позволяет ему быть плохим. Теперь по Западу. Там задают вопрос мне по как функционируют партии, например, Германии, вот Ангела Меркель. Ангела Меркель она была лидером три раза своей партии, три срока. Она сделала определенный рекорд. Но чтобы вы понимали, партия, во-первых, на съезде избирает лидеров. Происходят тайные голосования, борьба идет программ внутри партии. Вот недавно, например, во Франции была борьба в ряде партий, и именно там нужно было победить. Победить на выборах внутри партии, по всем регионам, филиалам и так далее происходит голосование, кто будет лидером партии. И в два-три этапа постепенно побеждает он, тот, кто победил на этих выборах внутри партии, внутри партии. Именно он становится председателем партии, и именно его партии выдвигает на должность премьер-министра. Так вот, Ангела Меркель так и побеждала. Каждый раз идет партийная борьба, и она побеждала. Сейчас она теперь уже не партийный лидер. Она заявила, что больше не будет канцлером Германии, она не будет лидером партии, и партии, где она была председателем, выдвинула другого человека, женщину, она стала лидером партии, и, судя по всему, она будет выдвигаться на партийных выборах на роль канцлера. Я надеюсь, вы поняли, что партия, как таковая, в Казахстане отсутствует. Здесь люди правильно пишут, что партия это как бы часть, а какая же может быть часть, если вся партия принадлежит одному человеку. Поэтому все эти съезды, там полицоветы, кого-то куда-то избирает, создание филиалов, это все декоративно. Реально вся эта группа работает по команде на султана Назарбаева. Нет там борьбы, нет выбора внутри партии, партия не избирает лидеров, они между собой не конкурируют, не конкурируют программами, ничем. У партии владелец один, но султан Назарбаев, и поэтому она именно декоративная. Так вот, 20-27 февраля это так называемая декоративная партия Шала проводит свой съезд, посвященный 20-летию, во-первых, юбилея партии, во-вторых, они хотят сформировать новый орган управления, вести политический совет новых людей, кого-то вывести, и мы сейчас будем свидетелями того, что будет такое шоу устроен, это ясно, что это последний период управления Назарбаевым страной, он сейчас лидерство партии реально отдаст своей дочери, будет находиться как ельбасы над партией, сверху, что на самом деле по факту уже есть, и там будут некоторые другие люди, войдут в полицовет партии Нуратан, это мы должны понимать, что все это он делал для того, чтобы внедрить во власть Даригу Назарбаеву, и Дарига Назарбаева, судя по всему, именно будет выдвинута партией Нуратан, чтобы она стала кандидатом на президентских выборах, президентские выборы будут в этом году, я думаю, что это будет первом полугодии, потому что по законам страны выборы должны пройти в декабре 2019 года, хотя пресс рассказывает сказки о том, что выборы будут в 2020 году, это невозможно, по законам должна пройти в этом году, в декабре. Как я говорил раньше, был в 2004 году момент, когда Дарига Назарбаева создала партию АСАР, а потом Назарбаев ее принудил слить партию АСАР с Нуратаном, и сама Дарига сейчас находится в партии Нуратан, теперь ее выведут на ключевые позиции, чтобы именно съезд ее затем мог выдвинуть на кандидата в президенты. И так, 27 февраля будет проведен съезд, и войдут новые люди в политический совет, но главное не это, главное, что мы должны понимать, что этот съезд фактически будет последним при Нуратану Назарбаеве, они будут его честовать, потратить миллиарды тенге, чтобы осыпать его дождем похвал, был предыдущий съезд, где говорили, что без него там вообще все умрут, солнце не зайдет, без него и все прочее, как вы понимаете, 27 февраля теперь будет вообще это шоу целое, танцы, пляски, звезды, и все прочее, будут всем рассказывать, что вот, ну в Северной Корее, одним словом, как будет в Северной Корее, только вот Нуратану Назарбаев и больше ничего, вот что мы увидим 27 февраля. Поэтому, уважаемые сторонники, давайте мы теперь, понимая, что произойдет 27 февраля, наверное, мы должны и среагировать, среагировать своими действиями, и в этой связи я хотел бы обсудить с вами предстоящие акции на 27 февраля, которые должны быть инициированы в демократическом выборе Казахстана. Во-первых, давайте мы просто скажем правду о Нуратане. Каждому из вас есть что сказать. Мы сейчас начнем активно писать о партии Нуратан, и вы могли бы сделать свой вклад, излагая свою позицию, давая оценку, что такое так называемый партия Нуратан, на самом деле это Нурсултан Назарбаев. Субтитры создавал DimaTorzok Нуратан, здесь в чате поступило предложение, чтобы 27 февраля мы начали митинги, митинг предложили провести около офиса партии Нуратан. Но вы знаете, что лично моя позиция такая, что мы не должны концентрироваться в одном городе, размывать полицейские силы по всей стране, во-первых, во-вторых, мы должны вовлекать все наше население, чтобы именно они участвовали в том, чтобы страна изменилась, а это в первую очередь связано со сменой режима. Мы должны добиться, чтобы мы собрали 1 миллион человек по всей стране, и только тогда произойдет смена режима. Поэтому одно из предложений звучит так, провести митинги с требованиями, экономическими требованиями, поднять зарплату, например, учителям, поднять зарплату медикам, поднять зарплату военным и полицейским, бесплатное образование. То есть требований может быть много, пособия матерям. Нам нужно просто сформулировать более четче, чтобы эти требования были не очень длинные, чтобы мы могли потом делать видеоролики, распространять по всей стране. И это предполагает, что мы выходим открыто, открыто требуем. Мы призываем наших сторонников поддержать нас и выйти на митинги протеста по всей стране, там, где существуют офисы партии Нур-Атан. Их офисы существуют по всей стране, и мы таким образом мобилизуем наших сторонников по всей стране на эти митинги. Здесь я еще раз хочу сказать, требования разные, нам нужно вот в этом чате определиться, требования именно экономические, например, что обеспечить зарплату 500 тысяч тенген на каждую семью, которую озвучил Назарбаев, например, бесплатное образование, бесплатные обеды для детей, требования мы озвучили разные, в прошлом году мы можем выбрать наиболее актуальные и озвучить сейчас, сейчас именно к 27 февралю. И второе направление это проводить акцию в социальных сетях, когда мы проводим, как вот сейчас мы провели, когда я не голосовал за Назарбаева. Эта акция широко распространяется и так далее. Это по сути дела показывает, что не было Назарбаева тех самых 98 или 99 процентов. Люди пишут, что никто не голосовал, все голосовали против, ясно, что голоса Назарбаев нарисовал, сфальсифицировал итоги выборов. Поэтому есть еще возможность провести массовую акцию в социальных сетях. здесь мы ждем мнения наших сторонников. вы понимаете, что если будет организована открытая акция, то в любом случае полиция будет препятствовать, будут стараться мешать, кого-то задерживать, оказывать давление. Но с другой стороны мы понимаем же, что для того, чтобы собрать десятки тысяч людей, мы должны пройти процесс тренировок. без этого мы сто раз час назовем, назначим, никто туда не придет без тренировки. От акции к акции наше количество выступающих должно наращиваться. И вот, собственно, 27 февраля является тем самым днем, когда мы можем собрать наших сторонников, во-первых, во-вторых, подвергнут острые критики партии Нур-Тан, материалов у нас предостаточно, и до 27 февраля провести мощную кампанию, которая фактически приведет к тому, что наши сторонники поддержат нас и выйдут с разными экономическими требованиями. Здесь мы ждем мнения наших сторонников. Вы понимаете, что если будет организована открытая акция, то в любом случае полиция будет препятствовать. В частности, здесь действительно очень хорошую идею говорят, чтобы отменили налог на самозанятых. Я хотел бы вам напомнить, и тем, кто не знает, что во Франции президент страны и нынешние правительства намеревались ввести налог экологический, чтобы те, кто ездит на автомашинах на дизельных, платили дополнительные налоги. За счет этих сборов собирались провести серьезную работу по улучшению, скажем, экологии страны. Во Франции вот такая была идея. Она хорошая идея, но народом не была поддержана, и вот так называемые желтые жилеты своими акциями протеста добились отмены этого налога. Вот сейчас хорошая идея предлагает действительно отменить налог так называемый на самозанятых. Самозанятых у нас в стране около 3 миллионов человек. Официально вот то, что власть декларирует, а в реальности их, конечно, больше. Поэтому, если мы добьемся отмены этого налога, я думаю, вы понимаете, это будет облегчение для нескольких миллионов человек как минимум, ну и членов их семей. Поэтому это очень хорошая идея. Также можно выйти с требованиями списать ипотечные займы до 30 миллионов тенге, которые мы озвучили. Также можно списать все потребительские кредиты. Сумма кредитов там всех, если все вместе собрать, не будет больше 12-13 миллиардов долларов. Это вообще сумма небольшая для нашей страны. Как вы помните, Назарбаев в 17-м году влил в Коском 8 миллиардов долларов, 2,4 триллиона тенге, безвозмездно подарил Коском, а потом этот банк продал своему зятю Тимуру Кулебаеву за 2 тенге. То есть, вы понимаете, для нашей страны списать 12-13 миллиардов долларов, взять, вытащить деньги, они есть в нашей стране, в бюджете, в нацфонде и всех прочих. Наши национальные компании получают огромные деньги, огромные зарплаты, воруют там, денег в стране достаточно, поэтому мы легко можем добиться, чтобы эти деньги нашлись и были списаны кредиты как потребительские, так и потечные займы. Это тоже может быть одним из наших требований. Так что, уважаемые сторонники, вот есть две опции. Первая, 27 февраля мы выходим с экономическими требованиями, требования мы сформулируем, выходим около офиса в партии Нуратан, собираем наших сторонников, форму требований мы найдем, с какими лозунгами выйдем. Это первое. И второе, организовать акции именно в социальных сетях. Здесь выбор за вами. Я прошу от вас именно активной реакции сегодня-завтра это обсуждать и мы в ближайшие несколько дней должны принять окончательное решение, как мы будем двигаться. мы от вас ждем предложения. Мы от вас ждем, как нашему обществу и ДВК подготовиться к этим событиям. Подготовиться к съезду 27 февраля партии Нуратан, озвучить свои предложения, свои требования, а также мы ждем от вас вашу позицию, ваше мнение о партии Нуратан, что вы можете по поводу нее сказать. Это так называемые декоративные партии, на самом деле Нурсултан Назарбаев брали на себя множество обязательств так называемых партийных программ, но ничего в этих программах не исполнено. Мы продолжим завтра еще в открытом эфире обсуждение. Сегодня мы ждем от вас предложения в штаб, мы ждем от вас обсуждения в чате активист ДВК, мы ждем от вас предложения на волонтер и в ближайшие несколько дней давайте примем окончательное решение. На сегодня я свой эфир завершаю. Слава Лонгсдар, до встречи в эфире. Слава Лонгсдар,